12.06 в Кирове, в студии Светлана Занько и Владимир Сметаненко ко мне присоединился. Олег Прохоренко ушел на встречу с губернатором Кировской области, там большое совещание сейчас по теплу идет. Напоминаю, что Олег работает в компании Т-Плюс, возглавляет пресс-службу. Володя замещает его в этом часе. И так получилось, что неспроста, удивительная ситуация, несколько мальчиков из Оружома сегодня. Совершенно верно, да. Ты комфортно себя чувствуешь? Я себя великолепно чувствую, я как ребенок военного везде себя хорошо ощущаю в этой стране. Напомним, что это разворот на бизнес. Партнер программы «Разворот на бизнес» Кировский завод «Сельмаш». В студии Виктор Силин, глава Оружомского района Кировской области. Виктор Васильевич, еще раз можно поздороваться с теми, кто присоединился только что к нашему эфиру. Юрий Терешков, генеральный директор Оружомского спиртоводочного завода, депутат областного законодательного собрания. Юрий Игоревич. Добрый день. И к нам присоединился Сергей Прокошев, заместитель гендиректора ОСВЗ по маркетингу. Сергей Владимирович, добрый день. Здравствуйте. Ну, собственно говоря, мы начали разговор уже в первом часе. Мы говорим о состоянии бизнеса в Оружомском районе, о том, как бизнес развивается, как он участвует в жизни муниципальных образований, чего он ждет от власти. И уже, конечно, про Оружомский спиртоводочный завод как градообразующее предприятие мы сказали несколько слов, отметили несколько точек, которые хотелось бы развить. И, наверное, чтобы перекинуть мостик с первого часа, давайте мы поговорим, начнем просто с этого, раз мы затронули эту тему. Мы начнем с того, что Оружомский СВЗ участвует активно в жизни муниципалитета в части социальных проектов. Социальные проекты касаются разных историй. Прежде всего, конечно, всех интересует инфраструктура, когда мы говорим о районах в особенности. Вот уже за эфиром с коллегами, которые были в первом часе, мы поговорили о том, что... Ну и в эфире это тоже прозвучало, что и жители муниципалитетов часто сравнивают себя с крупными городами, в данном случае с городом Кировом, и говорят, что ну там же вот есть дороги, а у нас почему-то маловато. Но там же вот строятся детские сады, вот бы нам еще такой детский сад или такую вот школу крупную построить. И, конечно же, власти в первую очередь обращаются к бизнесу, естественно, учитывая там все региональные, федеральные программы, но обращаются к бизнесу, потому что здесь на месте люди работают. Дети сотрудников ходят в эти детские сады, сотрудники ходят по этим тротуарам и ездят по этим дорогам. Ваши машины, которые везут продукты и везут сырье, тоже ездят здесь. Вы сказали, Юрий Игоревич, что у Уржумского завода есть определенная программа по работе в этом направлении. Как она выстраивается? Поясните, пожалуйста. Ну, программа выстраивается следующим образом. То есть каждый год мы перед акционерами защищаем полностью, какие инвестиции на что мы можем потратить, в зависимости от того, какую прибыль получило предприятие. И как раз в рамках этой работы закладывается определенная сумма именно на различные проекты на территории. Именно в рамках этой суммы мы дальше выстраиваем свою работу в зависимости от потребностей, в зависимости от обращений. Вот примерно принцип работы такой у предприятия. А можете поделиться, о каком количестве все-таки денежных средств идет речь из года в год? Это сумма стабильно, либо она увеличивается? Нет, она может быть абсолютно разной. Она может меняться, она может добавляться. То есть взять, например, такие примеры, когда был необходим физкультурно-оздоровительный комплекс, и в районе бюджета не было средств на то, чтобы начать проектирование. Это объекты с заводом были выделены определенные денежные средства на то, чтобы данный проект привязать к местности. В итоге мы попали в программу, сейчас в Ржуме есть ФОК. Но есть и другие подобные примеры. Большую роль здесь, как депутаты, как личность, играет Олег Юрьевич Березин. Мы постоянно в диалоге. Он здесь постоянно в диалоге с властью. Я работаю на месте, и постоянно вот такая связка, она дает определенный положительный результат. Виктор Васильевич, Вы уже сказали, что наличие успешного градообразующего предприятия – это большой плюс, конечно же, для района. Если мы говорим о социальных историях, то, чтобы перейти к еще одной очень важной теме, прежде чем мы к экономике перейдем, мы будем говорить о кадровой политике. Это большая часть населения, которое проживает в Ржуме, работает на этом предприятии. Насколько это люди активные, насколько это люди обеспеченные? Сравниваете, может быть, положение, состояние, уровень зарплаты? Ну, безусловно, если взять все структурные подразделения нашего градообразующего предприятия, а их немало, это и Ройский спиртзавод, это сам завод в городе Ржуме. Очень большую составляющую сейчас играет сельское хозяйство, большой холдинг на сегодняшний день, который тоже заметную роль играет в развитии сельхозтерриторий, значит, сельской местности. Это предприятия пригородные? Это пригородные, это Рассвет, о, имени Кирова. Сейчас три предприятия находятся здесь, и у них поголовье коров примерно полторы тысячи, чуть побольше даже. Понимаете? Управление немножко дойного стада. Дойного стада, да. Значит, это получается, если учесть у нас четыре тысячи, значит, примерно дойного стада по району, полторы тысячи, значит, здесь, вот как раз в этом холдинге, можете судить. Треть практически. Да, можете судить, совершенно правильно. Тем более, здесь есть перспектива. Вот это тоже очень интересный подход. И у Олега Юрьевича, значит, у градообразующего предприятия в том плане, что они сегодня делают ставку не только на развитие завода, но и на развитие того сегмента, который сегодня будет играть большую роль и в развитие экономики, я имею в виду сельское хозяйство и переработка. То есть это налогоплательщик, это предприятие, большой холдинг, который предоставляет рабочие места. Это бизнес, который несет социальную ответственность, участвует в этой жизни. Очень вот правильно Юрий Юрьевич здесь сказал, определенный процент, но понимаете, вот здесь для нас это очень важно. Это проекты поддержки местных инициатив практически, да, они все поддерживаются, вот как раз холдингом. Дальше на сегодняшний день фонд наследия Вятки. Мы познакомили наших слушателей с этим фондом. Да, и там Олег Юрьевич, и Павел Валерьевич, значит, занимают. У них на системной основе сегодня, понимаете, подходят к реализации этих социальных проектов. Для нас тоже это очень-очень важно. И у нас в календаре социальных мероприятий на сегодняшний день, на год, мы уже знаем, допустим, если спортивные мероприятия, допустим, волейбольный турнир, так, на Кубок воинов-интернационалистов, это уже предприятие. Дальше, 9 мая для нас очень важный праздник, да, важное мероприятие. Это уже тоже мы знаем, значит, это градообразующие предприятия. А сегодня предприятие, более того, очень активно включилось в благоустройство. И не только в рамках комфортной городской среды, но и раньше. Мы знаем на сегодняшний день городской сад, любимое место отдыха на сегодняшний день горожан. Это берет на себя полностью благоустройство СВЗ. Вот таких примеров-то очень много. Это важно для нас. Мы эту помощь-то видим не эпизодическую, понимаете, не разовую, а на системной основе. И что еще один момент я хотел бы. Вот понимаете, сегодня наши депутаты ЗАГС-бране знают все проблемы района. А почему возникает вопрос? Потому что в начале года они вместе со мной объезжают абсолютно все сельские поселения, все населенные пункты. И встречаемся мы с населением, где население высказывает все свои проблемы. То есть они сегодня видят, значит, какие проблемы сегодня есть на той или иной территории, значит, нашего района. И второе, они говорят сегодня о том, над чем работает сегодня ЗАГС-собрание. То есть такая обратная связь, она, я думаю, им нужна и для депутатской деятельности, по большому счету. И поэтому сегодня они очень предметно, точечно решают все вопросы, которые помогают решать вопросы, которые касаются развития нашего муниципалитета. У нас остается полторы минуты до перерыва. Я бы хотела спросить Сергея Прокошева. Сергей Владимирович, вот участие в социальных проектах, предприятиях, оно как к маркетингу относится? Наша целевая аудитория... Поближе к микрофону. Здравствуйте еще раз. Наша целевая аудитория достаточно большая. В принципе, это очень неплохой пиар и публический для компаний, когда мы участвуем в этих мероприятиях. Я хотела бы просто, чтобы маркетинг это озвучивал, потому что очень важно, когда предприятия крупные, понимая, что социальная политика и социальные программы, это может служить на пользу предприятий. Здесь есть небольшие ограничения, которые накладывают на нас, точнее, серьезные ограничения, которые накладывают на нас законы, как мы можем себя вести, например, в средствах массовой информации и так далее. Поэтому работа эта ведется. Это первое, собственно говоря. И в рамках этих ограничений мы можем работать. А какие ограничения вы имеете в виду? Я имею в виду... Рекламного характера. Рекламного характера. Да. Закон об алкоголе, федеральный закон о рекламе. Сферой деятельности сейчас федеральная антимонопольная служба в том числе достаточно пристально за этим следит. А назовите, пожалуйста, проекты, которые ярко у вас отложились в памяти последнего времени. Как у маркетолога. Как у маркетолога, да. Которые были реализованы при участии как раз-таки градообразующего предприятия города Уржома. Ну, наверное, это смотр конкурса муниципальных образований. Поймите по вашему, будьте достойны. Это вот мероприятия, которые проводились на 9 мая, когда проводился конкурс на лучшую сохранность памятников на территориях сельских образований. Но, возможно, это интересные очень были мероприятия. Лучшая детская спортивная площадка, например, конкурс на лучшую детскую площадку. Или, например, те же самые соревнования по теннису. То есть здесь достаточно большое количество мероприятий, которые проводятся. Ну, нас, конечно, поразил совершенно проект, о котором мы рассказывали дважды здесь в нашем эфире. Проект, который... Фонд наследия Вятки, как раз. Да, фонд наследия Вятки реализовал в Кельмесском районе. Не в Уржумском, но в Кельмесском. У нас в Уржумском, правда, интересно, сейчас проект реализуется. Хорошо, поговорим об этом. Нас он поразил масштабностью и важностью. Напоминаю, что этот проект Вятка территория без границ, где инвалиды в различных областях, люди-инвалиды, могли участвовать, могли реализовать свои желания и свои мечты в экстремальном туризме. Экстремальный активный отдых, туризм. И этот опыт оказался уникальным на российском уровне, потому что вот на питерском международном форуме, посвященном этой теме, этот опыт совершенно уникальный отклик нашел. И я знаю, что обращались коллеги из Перми, коллеги из Петербурга. Они просто просят сейчас ваш фонд провести такие же фестивали у них, но это как бы за рамками уже действия фонда. Тем не менее, эта история была просто поразительной. Прервемся сейчас на полминуты и будем говорить и подробнее про Уржумский спиртоводочный завод. Это надо вспомнить историю, надо понять, в каком состоянии сейчас находятся предприятия и каковы планы по его развитию. Экономические выкладки, конечно, нас тоже интересуют. Так, это разворот на бизнес, нерайонный масштаб. Как бизнес участвует в жизни муниципальных образований, чего ждет от власти, что власть ждет от бизнеса. И мы концентрируемся сейчас на градообразующем предприятии Уржума, Уржумском спиртоводочном заводе. Разговариваем об этом с Виктором Силиным, главой Уржумского района, с Юрием Терешковым, генеральным директором УСВЗ, и с Сергеем Прокшевым, заместителем генерального директора УСВЗ. Давайте историю предприятия вспомним. Вот мы уже в первом части еще с Олегом Прохоренко говорили о том, что ведь на территории Кировской области ни одно было предприятие, которое работало в этой отрасли. Потом очень серьезные перемены в России произошли. В отрасли многие предприятия закрылись. Для Кировской области это была большая потеря и удар, потому что это эффективно работающие в смысле налогов и прибыли отрасли. Уржумский с ВЗ удержался. Мало того, мы видим сейчас, как он развивается. Я не знаю, только ли за счет того, что в этой отрасли вы работаете, или за счет того, что вообще структура в холдинге была вот так выстроена мощно, потому что мы видим сейчас со всех сторон, что вы разрастаетесь. Но тем не менее мы говорим сейчас только об этом предприятии. Давайте вспомним историю предприятия. Когда все начиналось? Сколько вам лет? Кто расскажет? Маркетинг? Сергей. Ну давайте. В этом году уржумскому СВЗ исполняется 185 лет. Тогда мы на 8 лет старше, чем Сбербанк. В 1833 году в селе Лазарево на берегу реки Ройки, по различным сведениям, был организован один из самых первых винокуренных производств. Всего в 18 веке на территории Вятской губернии существовало до 40 производств. 40. До 40 производств, которые занимались производством алкогольной продукции. И вот к концу, к сегодняшнему моменту, в принципе, у нас сохранился единственный уржумский спиртоводочный завод, подразделением которого является Ройский завод. Ройский. Исторический. Да, исторический завод. И это совместная история нескольких предприятий. Там еще были лазаревские заводы, там еще были стекольные производства. Ну, собственно, такая история. В общем, большая, крупная отрасль очень. Да. Первое упоминание, собственно, о предприятии, ну, их можно найти в документах, которые собирались по крупицам краеведами. И первое упоминание династии Лазаревых относится, наверное, к 1812 году, когда было упоминание о двух братьях, сейчас я уточню, которых звали Лазарь и, секундочку, Лазарь и Деми, по-моему. Эти два брата в свое время, во время наступления, в 1812 году, Наполеона, да, появились в списках людей, которые внесли по 25 рублей золотом в организацию обозов, собственно говоря, помощи Москве. Вот скажите, пожалуйста, когда мы говорим про такую историю, когда мы говорим про западный бизнес, извините, обращусь я на Запад, для предприятия, имеющих такую серьезную историю, очень важно сохранять вот эту легенду. Легенда имеется в виду не миф какой-то и сказку, а легенда – это история предприятия, история продукта. Это очень значимо, в том числе и для продаж. Вот здесь очень много сейчас в теме Сергея мы затрагиваем. В России, потому что маркетинг, двигатель, торговля, мы знаем, в России эта легенда имеет какое-то значение или вы поддерживаете эту историю, собираете, как вы говорите, ее по крупицам просто для самих себя, для предприятия, потому что это важно, например, для корпоративной культуры? Это безусловно важно и для корпоративной культуры, и для легендирования, и, собственно говоря, для продвижения продукции предприятия на различных рынках. — Тогда, если мы говорим об истории предприятия и о современном состоянии, это неразрывно, наверное, связано в том числе и с… Я почитала, конечно, справку по Уржомскому СВЗ с тем, что на предприятии сохраняются семейные традиции. У вас целые династии людей, которые работают на Уржомском СВЗ из поколения в поколение. С чем это связано? Много ли таких династий? Я обращаюсь сейчас к Юрию Григорьевичу. — На сегодняшний день на предприятии работают шесть династий. Возраст, общая численность работы этих династий от 75 до 103 лет. Всех дольше, наверное, на предприятии работала династия, но сейчас прекратила работу эта династия Храмовых, 165 лет. В общем, они отработали на заводе, чуть-чуть не хватает до нашей юбилейной даты. Люди живут на территориях, они ее любят, они работают на родном предприятии из поколения в поколение, передавая эти знания, навыки, которые приобретали их предшественники. Это, конечно, для завода очень важно, мы этим гордимся, и не случайно мы всегда говорим о традициях, а традицию увязываем с качеством. — А династия, они на каком-то особом счету? Особые преференции им предоставляются? Или это просто такая гордость? — Скажем так, гордость каких-то особых преференций, конечно, династии не имеют. Они работают в рамках того коллективного договора, который существует на предприятии. — Численность работников предприятий сейчас составляет какую цифру? — На сегодняшний момент это 380 человек. — Она растет или она стабильна? — Скажем так, что в связи с тем, что постоянно на предприятии идут какие-то совершенствования, раньше численность работников была выше. Мы преднамеренно вывели зону сельского хозяйства. Раньше у завода были склады, где хранилось зерно, еще что-то, станция подработки и так далее. Там тоже работали люди. Мы это вывели непосредственно в сельхозпредприятия, чтобы направления были четко понятны. — То есть они просто перешли в другую структуру холдинга? — Да-да-да. Это сельхозпредприятия, это производство, это торговля. Мы четко разграничили вот эти вот направления деятельности. — Еще про молодых работников хочу спросить. По собственному опыту знаю, что в Уржомских СВЗ достаточно привлекательная местная работа является как раз для молодежи. — Местной. — Местной молодежи. Молодых у вас много или не очень? — Средний возраст. — И какие им, возможно, предоставляются возможности для роста, в том числе семейного? — Возможность для роста в первую очередь зависит от самого человека, от его инициативности, от того, что он хочет делать, как он может это делать. То есть, естественно, оценивается эффективность работы. Если работа эффективна, то, естественно, человек год от года перемещается с места на место по структуре. — Коллектив, в принципе, на заводе не старый. То есть, скажем, наверное, средний возраст в районе 35-40 лет. — Это молодой коллектив, мы так скажем. — Я говорю достаточно, да. — Потому что вот я вспоминаю историю с Кировичпецким химическим комбинатом. У них была целая история с тем, что они стимулировали выход на пенсию сотрудников для того, чтобы помолодить коллектив. Там были специальные прям программы с выплатами каких-то там парашютов и прочее. Но, Володин, вопрос, он не просто такой для собственного интереса. Вопрос с кадрами. Есть ли дефицит кадров и остаётся ли молодёжь? — Да, можно и в этом смысле назвать, да. — Остаётся ли молодёжь? И как вы обучаете эти кадры? — На сегодняшний день те, кто работают на предприятии, практически текучки какой-то нет. Это единичный случай, когда люди увольняются с предприятия. Поэтому коллектив стабильный. Но здесь тоже надо разграничить. То есть, если взять село Лазарево, там проблем больше, населённый пункт меньше. Есть ещё очень серьёзное предприятие ЛДПС Лазарево. Это нефтеперекачивающая станция. Конечно, нам тяжело в зарплатном плане с нефтяниками тягаться. Поэтому, когда мы растим молодёжь, они достигают определённого уровня знаний, навыков. Они переходят на то предприятие. А в Урзуме, ну, практически коллектив стабильный. — Проблемы есть с кадрами? — Проблемы есть. Мы пытаемся их решать. В частности, в Лазарево оплачивается бензин, наличный транспорт. Люди ездят из ближайших деревень, мы там подбираем кадры. То есть, такая у нас практика существует. — Наличный транспорт бензин даже оплачивается? — Да, то есть, если у человека транспорт, он не может добраться на автобусе. То есть, мы заключаем с ним договор аренды. — Каким образом? Субсидируем. — Да, возмещаем расходы на его приезд. — Ты не задумался ли вернуться на родину? — Для понимания Лазарева от Урзума находится сколько? 30-40 километров, да ведь? — Ну, 30-40, но это ведь не обязательно. У Урзума есть Шурма, есть русский турек, где работы практически вообще нет. И, естественно, там есть специалисты, которые проживают на территориях. Почему их не привлекать, если они необходимы предприятию? Ведь все смены просчитаны, расстояние известно, все понятно. Это же мы не выделяем на какие-то личные нужды. Это необходимо предприятию, мы нуждаемся в этих... — Юрий Игоревич, вот когда речь идет о сотрудниках, имеющих семью, имеющих детей, всегда устро встает вопрос обеспечения местами в детских садах. Здесь, наверное, вместе с Виктором Васильевичем можно эту тему обсудить. Как решается эта проблема у вас на предприятии? Как она решается в отношении предприятия? Вот сейчас не по всему району можете общую какую-то ситуацию сказать. — По мнению, шесть новых детских садов в областном центре в этом году вводятся в эксплуатацию. — Благодаря федеральной программе, да. — Как вооружение с этим дела встает? — Вот, знаете, если нет проблем по данному вопросу, то их действительно нет. Потому что за все время ко мне обратился один работник буквально с завода с такой проблемой, там, трудоустройство ребенка. В этот же день мы встретились с главой, обсудили этот вопрос. Через два дня ребенок пошел в садик. Какой-то массовой такой проблем, вот как возникло в городе Кирове, там, в Уржуме, нет? — Слава, у нас нет на самом деле проблем с устройством ребенка в детский сад. — Трехлетних, Виктор Васильевич, уточните. — Ну, не только трехлетних. — И раньше? — Сейчас устраиваем. У нас были, у нас очень серьезная была проблема, это в городе Уржуме. Но мы ввели несколько лет назад детский сад на 240 мест, современный такой хороший детский сад с плавательным бассейном, и проблему мы сняли на сегодняшний день. — И прям работает в плавательном бассейне? — Конечно. — Замечательно. — Приведуша из Уржума в детский сад. — Местами в детских садах обеспечено. — На самом деле только наоборот получается, да. Из Уржума чаще переезжают в Киров, и здесь обостряют проблему детских садов. — Прервемся, прервемся на полминуты, поговорим о техническом оснащении завода и о планах на развитие. Партнер программы «Разворот на бизнес» Кировский завод «Сельмаш». — Давайте продолжать. Расскажите, пожалуйста, про ваши технические мощности, на что может быть сейчас перевооружение, переоборудование направлено? — Если говорить про техническую мощность, наверное, надо пару слов сказать в целом о заводе, что это из себя представляет. Мы сегодня одни из немногих предприятий в России, которые имеют полный, законченный циклологический цикл производства. — Что это значит? — То есть у нас есть собственное предприятие, собственное сельхозпредприятие, у которых 26 тысяч гектаров пашни. — Зерно производите? — То есть наш продукт на нашем зерне? — Да, мы производим продукты, на сегодняшний день мы на две трети обеспечиваем зерном себя сами. То есть для понимания, завод примерно расходу от зерна в год 15 тысяч тонн, но в день это тонн 50. То есть это довольно-таки немаленький объем. — Это же стратегическая еще история, чтобы уменьшить зависимость. — Мы не зависимы от рынка, мы не зависимы от колебания цен, поэтому когда идет, и мы видим, что рост зерна происходит, мы практически можем в автономном режиме проработать, потому что мы всегда держим определенный переходящий запас. — Естественно, мы знаем, какого качества зерно и как оно себя ведет уже в дальнейшей переработке. Это зерно, поступая на ройский завод, тщательно моется, что тоже делается далеко не на всех предприятиях, только после этого поступает производство. В чем еще отличие нашего производства? — Мы используем качественный состав. 80% — это рожь, 20% — это пшеница. Всем известно, что у нас зона рискованного зеленеделья, и мы можем иногда получить проблему, если уйдем на пшеницу. Но однако с этим продуктом работать намного сложнее. Он несколько ниже, скажем так, себестоимости, но у него и ниже показатели по выходу непосредственно спирта. — Это мы рожьем имеем в виду? — Да. Но однако тот продукт, который мы получаем в итоге, он отличается, и отличается именно в сторону качества. — А это важно, Сергей, чтобы поддержать рецептуру и поддержать качество продукта, стандартизация? — Да, безусловно. — Естественно, после того, как мы уже получили спирт, он поступает на площадку в Оржуме. Там производятся различные водки, различные настойки. Надо отметить, что мы работаем только с натуральным сырьем. Вторым составляющим успешного продукта является вода. У нас имеется собственная скважина. Мы никак не привязаны к водопроводу какому-то общему. Отдельная линия, которая идет от источников непосредственно на завод. — С водой приходится работать, когда специальным образом ее готовят? — Да, конечно, мы ее очищаем от солей. Проходит процесс очищения, умягчения воды. И мы на сегодня работаем не только с осмосом, но и работаем с теми установками, которые оставляют определенные полезные вещества в воде. Это также очень важно для продукта. — Хотел Сергея что-то добавить. — Да, я хотел один момент рассказать. Мы всегда сталкивались с мифами о том, из чего производится продукция. Все слышали истории, наверное, про картофель в спиртах и так далее. Эта история имела место быть. Да, она, собственно говоря, появилась в 30-е, 20-е когда, когда использовали совсем другое сырье. И когда ты видишь это собственными глазами, когда машина подъезжает и высыпает потрясающего качества зерно, перевозит из хранилища, собственно, и высыпает его на ленту, это все поднимается вверх, потом это забраживается. Но ты понимаешь, что, собственно, какого качества продукта с этого может получиться. — Ну, кстати говоря, что касается картофеля, уже 20 лет назад, по-моему, только одна страна производила спирт из картофеля, это Польша. И то в очень ограниченном количестве. — Еще есть Канада, причем с водками мирового качества, которая делает, в принципе, водки только на картофеле. — Это украинская диаспора там поработала. — Ну, это крайне узкая история, да. — Еще про один вид продукции — дистилляты, о котором тоже следует упомянуть. — Да, это, в принципе, дистилляты, продукты, которые производятся по новым ГОСТам. Ну, тут можно захватить длинную историю о том, что, в принципе, водка та, которую мы потребляем сейчас, появилась относительно недавно. Вокруг нее огромное количество мифов. В принципе, водка в том виде, в котором пьем мы сейчас, как продукт-ректификат появилась в конце 19 века, там, 1890 год. Это как раз совпадает с датами появления завода, самого Уржомского завода, как такового в городе Уржом. Вот. И, собственно, до этого момента продукты, напитки проводились несколько под другим производственным процессом, так называемым самогон. В принципе, обратите внимание, у многих, можно взять шотландцы, например, и у них есть собственный продукт, который называется рискин. Для того, чтобы его произвести, ему необходимо, собственно, солод смешать с водой. Через некоторое время он получит дистиллят, выдержать в бочках. Ну, то есть, это те вещи, которые он может получить, собственно говоря, практически в домашних условиях. Мы и Россия, пожалуй, единственная страна. Ну, такие же продукты есть, например, у французов. Это книги бренди, которые делаются по этим процессам. Это такие же продукты есть, например, слезбовица какая-нибудь там. И только продукт водки, который мы сейчас производим, собственно говоря, в России, невозможно произвести в домашних условиях практически. Потому что для этого требуется определенный тип спиртов, определенная подготовка воды и так далее. А вот когда вы заговорили о ГОСТах и о дистиллятах, ведь произошли некоторые изменения, которые требовали лицензирования буквально в последнее время, да? Я сейчас закончу свою мысль просто о том, что и сейчас вот эти новые ГОСТы, которые нам позволяют вернуться к тем самым исходным производственным процессам и создавать те самые продукты, которые были до момента, когда активно появились ректификации, к примеру. И, соответственно, вот эти дистилляты и самогоны, новые продукты, которые мы сейчас выпускаем, делаются по тем самым производственным процессам, которые существовали до начала, собственно говоря, XX века. Больших ли это вложений потребовало реализация технологий, Юрий Игоревич? Вы знаете, само производство, оно практически было готово к этому, вложений каких-то больших там не было, но мы шли к этому буквально два года. Приглашали специалистов и из Москвы, и из других регионов на уровне профессоров, которые пытались путем изменения технологии получить этот продукт. Вот в итоге у нас это получилось. Да, есть огромное количество положительных отзывов. Но, кстати, оборудование, которое у вас на заводе, оно же импортное? Про него еще не поговорили. Ну, процент совершенствования оборудования, он идет постоянно. Если взять Уржумский завод, то инвестиции могут там от нескольких сотен тысяч в год быть до сотен миллионов. Поэтому здесь же во многом еще диктуют условия не только, скажем, наши желания, но и то законодательство, которое существует. Скажем так, появилось требование ввести полную переработку бард после спиртовой барды. Вынуждены построить цех первый в Российской Федерации. Мы сделали это. Для чего это? Это все отходы от производства спирта дальше сушатся и уже идут непосредственно для изготовления корма этого же крупного рогатого скота. Цикл продолжается. Отходов количество уменьшается. Отходов нет вообще. Это производство безотходное. Теперь получается так, что да, мы сначала получили этот продукт. Сельское хозяйство этого боялось. Мы не знали, куда его деть и как его продать. На сегодняшний момент у нас стоит за ним очередь и практически цена там на порядок выше, чем была даже там год назад. То есть интерес к продукту есть. Люди понимают теперь, зачем он нужен. Значит, это дает определенные положительные моменты в животноводстве. Это маркетинг хорошо поработал. А, кстати, наложил отпечаток на конечную стоимость продукции? Когда вот это все, все отходы нужно переработать, дать сельхозпроизводителям. Нет, на конечную стоимость продукции это никак не наложилось, потому что это все равно уже получается абсолютно новый побочный продукт, которого не было. Ну, вот смотрите, давайте... Все затраты, которые пошли при производстве этого продукта, они в него и ложатся, никак не отражаясь на конечном продукте в виде спирта. Вот что касается законченности циклов и безотходности производства, здесь можно много говорить, и мы это сделаем в отдельной программе, потому что специальное оборудование для улавливателей, да, вот паров, чтобы... Выезднойная программа делать. И прочее. Но нам очень важно, у нас остается просто буквально 4 минуты, нам очень важно поговорить об ассортименте и о поставках, это самое главное. Да, сети, так сказать. Совершенно верно. Наверное, даже с реализации начнем. В регионе продукт сами знают жители, они понимают, какой выбор осуществлять, но региону-то история не заканчивается. Очень важно попадать в том числе и на полки сетевые. Для вас это проблема или вы как-то уже научились решать эти задачи? Ну, скажем так, вести себя с федералами всегда непросто, то есть здесь постоянно меняющиеся с их стороны требования, сегодня ты находишь какой-то диалог с ними, начинаются поставки, дальше правила игры там могут измениться в любой момент. Да, мы пытаемся к этому приспособиться, есть там ряд проблем с некоторыми федеральными сетями, но в основной массе мы присутствуем на их полках. Конечно, хотелось бы более широкой и линейки, и географии, потому что, как правило, присутствуем на полках близлежащих регионов, в целом на страну продукт мы пока завести не можем. Отсюда уже, естественно, и стратегия работы предприятия, это постоянная работа над созданием каких-то новых продуктов, которые бы заинтересовали в том числе и федералов, чтобы нам было что предложить, что-то новое, чего еще может быть мало на рынке, либо в том или ином сегменте. А вы же в 2018 году несколько новых продуктов вводите? Да, ну вот о чем говорил Сергей, на основе дистиллятов, которые мы получили, появились самогоны, новые бренды поводки у нас вышли. Дальше, на сегодняшний момент коньяк мы начали опять производить, которого не было на протяжении там ряда лет. Из Шотландии завезли дистиллят, вот буквально сейчас, вот день-два назад появился виски шотландский, произведенный на Уржумском СВЗ. Я бы уточнил, не произведенный, а разлитый. Разлитый, да, на Уржумском СВЗ, но непосредственно сырье завезено из Шотландии. То есть вот такие... Нормальный такой виски, прям настоящий. Да, это настоящий виски произведенный, выдержанный, так что... Вы же еще, благодаря тому, что одни из первых получили, если не первый в Российской Федерации, лицензию на дистиллят, продаете его? Дистиллят мы не продаем, мы хотим продавать конечный продукт. Все-таки... Выпускаете продукцию для других брендов, кроме собственного? Нет. Только под собственным брендом? Ну, это, наверное. Еще линейку продукции на основе, собственно, плодов, ягод, тоже об этом надо сказать. Мы разговаривали целый час, Сергей, об этом, но не в эфире. Нет, не в эфире. Вы давайте минутку хотя бы уделим этому. Как эта линейка будет развиваться? Это широкая линейка настоя, которая производится на натуральном сырье. У нас здесь сошлось практически все. В стране есть два предприятия, подобного нашему, которые производят настойки по той самой технологии. Мы производим первое на натуральном сырье, а второе из собственных спиртов. То есть вы слышали первую часть параспирты, какого качества они, то, что они производятся из натурального зерна. И второй момент – это натуральные, собственно говоря, ягоды, даже дикоросы. Наши? Точно. Или со всей страны собираете? Для разных продуктов разные идеи. То есть вот какая идея есть под продукт закупать? Я как один из Уржумского района, я вижу эти объявления, СВЗ объявляет прием ягод, например. И семь леса. И это, опять же, возможность местному населению заработать, да, ведь? И очень даже неплохая зачастую. Экономические показатели в конце растут, стагнируют, падают? Ну, экономические показатели, скорее всего, примерно остаются на уровне. То есть мы пытаемся их держать, да, но колебания происходят в пределах, там, 10-15%. В ту или иную сторону, ну, год от года. При том, что вообще рынок схлапывается и сокращается. Это связано со многими вопросами, там, в том числе демографию, в том числе и активной… Законодательство. Законодательство, активной политики государства в области здравоохранения, но при этом, при всем, у нас показатели на нормальном уровне. Тут мы говорили уже в первом часе с Олегом, в эфире говорили о том, что мы давно не брали тему, вот, да, собственно говоря, производства спиртоводочных изделий. Вообще в России рынок не разбирали очень давно. С тех пор, как мы об этом говорили, много изменений произошло. Мы три года назад об этом говорили, серьезных и в законодательстве изменений произошло, и на рынке изменений много произошло. Все, что касается этого продукта, я предлагаю вам, коллеги, вынести в отдельную программу, где мы будем говорить не только о заводе, а где мы будем говорить о самом продукте и о рынке. Мы подключим ваших коллег из других регионов и обсудим насущные проблемы, тренды, тенденции. Это все очень важно еще и с точки зрения, конечно же, потребителя, потому что не надо забывать, что недалеко ушли те времена, когда были серьезные скандалы по фальсификату, который завозился, да, очень активно, в том числе и в наш регион, и трагические ситуации в стране, возникавшие с этим. Сделаем этот эфир отдельной программой «Разворот на бизнес». А сейчас мы благодарим наших гостей. Виктор Селин, глава Уржумского района, был сегодня с нами. Юрий Терешков, генеральный директор Ужумского спиртоволючного завода и Сергей Прокошев, заместитель гендиректора УСВЗ по маркетингу. Разворот на бизнес завершен. Светлана Занько, Владимир Смитриев. Ну, давайте я напоследок произнесу все-таки эту фразу, чтобы нас не обвинили. Ужум forever? Нет, на таком случае чрезмерное употребление вредит вашему здоровью. Вредит, верно. До свидания. Продолжение следует...